МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Сквер 50-летия Видного открылся после реконструкции. Заменено покрытие из грусчатки полностью. Основание много порядка 700 квадратных метров. Сегодня в столичном регионе стартовали выборы губернатора Подмосковья. У нас есть еще два выездных голосования. Одно удаленное голосование в деревне Додылдина. В гостях у телеканала Видное ТВ и газеты Видновские Вести побывали учащиеся Видновского художественно-технического лицея. Я очень удивлена. Мне тут все очень нравится. Может, когда вырасту, я стану журналистом, буду здесь работать. В столичном регионе стартовали выборы губернатора Подмосковья. В Ленинском городском округе ровно в 8.00 открылись 72 избирательных участка. Наш корреспондент Татьяна Брылова встала пораньше и отправилась в один из самых отдаленных уголков Ленинского городского округа. В поселок Володарского. От нее узнаем, кто стал первым пришедшим на голосование. Буквально считанные минуты остаются до открытия участка, который находится в школе поселка Володарского. Участок номер 1286. Последние приготовления. И сегодня здесь должны проголосовать 1837 местных жителей. Одним из первых на избирательный участок приехал руководитель местного отделения боевого братства Владимир Писаченко. К выборам он всегда подходит ответственно. Военный народ дисциплинированный. Мы всегда голосовали и ходили на выборы. Сейчас у нас появилась возможность у многих электронное голосование. Но мы по старинке ходим сюда. Почему? Потому что мы здесь встречаем знакомых, дорогих нам людей. Потому что все, кому они безразлично, они голосуют за нашу общую команду. Та, которая нашу Россию двигает вперед. Та, которая поддерживает. И как бы там ни было, мы вместе, победа будет за нами. В поселке Володарского три избирательных участка. Жители, по словам председателя УИК номер 1286 Оксаны Брыкаловой, активны с самого утра. Больше представители старшего поколения. Электронный способ голосования выбрали немногие. В основном приходят традиционно на участки, где всегда комфортно и встречаются с хорошим настроением. А тех же, кому сложно набраться до своего избирательного участка, позаботились тоже. Есть удаленные территории. Туда будет организовано выездное голосование. Поэтому это не первый год проводится, но одно из новшеств. То есть раньше удаленных выездов не было так массово. Были и надомные голосования. А теперь есть еще выездные голосования. Всего в Ленинском округе в течение трех выборных дней будут работать 72 избирательных участка. Адреса можно найти на сайте администрации. Главная задача, чтобы выборный процесс прошел без происшествий, чтобы каждый избиратель имел возможность проголосовать и избежать нарушений процесса. Об этом заявил глава округа Алексей Спасский во время проверки готовности к выборам одного из избирательных участков. Несмотря на раннее утро и рабочий день, на избирательном участке, расположенном в Центральной Видновской библиотеке, процесс выборов на пост губернатора Подмосковья идет полным ходом. Именно сюда пришел глава Ленинского городского округа, секретарь отделения «Единой России» Алексей Спасский, совместно с местными партийцами, чтобы проинспектировать работу комиссий. Какой избирательный настрой? Ну, приходит. Настроение как с утра было много. Стоит отметить, что на этих губернаторских выборах впервые можно проголосовать дистанционно. На портале электронного голосования зарегистрировалось свыше 8 тысяч жителей Ленинского округа. Но многие предпочитают выбирать по старинке. И сотрудники избирательного участка к этому готовы. Уже вот 40 человек пришло и проголосовало. У нас есть еще два выездных голосования. Одно удаленное голосование в деревне Дадылдина. Там оборудован автобус под избирательный участок. И второе голосование – это у нас воинская часть в Апаренках. Избирательные участки оборудованы всем необходимым. Кабинками, урнами для бюллетеней. Например, здесь установлено электронное устройство для подсчета голосов. Рабочими местами для членов комиссии, наблюдателей и представителей СМИ. В целом, задачей, чтобы все прошло без эксцессов, чтобы каждый человек имел возможность проголосовать, ну и не то, что минимизировать, а, наверное, свести к нулю количество возможных нарушений на избирательном участке. Выборы губернатора Московской области пройдут 8, 9 и 10 сентября. Избирательные участки работают до 8 часов вечера. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнар Балаева. Видное ТВ. Пример ответственного отношения к выборам губернатора Подмосковья показывают люди, являющиеся гордостью Ленинского городского округа. С одним из них, двукратным чемпионом мира и олимпийских игр по плаванию Евгением Рыловым, побеседовала наш корреспондент Юлия Стаферова. Избирательный участок, на который пришел голосовать двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, находится в Бутовской школе номер один. Это совсем недалеко от дома спортсмена. И так совпало, что сегодня между донировками я могу успеть прийти сюда. Граждане вас приглашают, двери открыты, никому не запрещают сюда приходить. Ну, это в любом случае выбор каждого человека, и это позволяет определить то, чего хотят люди, большинство. Выборы продлятся в течение трех дней, что очень удобно. Каждый желающий поучаствовать в выборах губернатора сможет найти время для посещения участка. Динамика положительная, жители идут с хорошим настроением. Кто-то у нас приходит первый раз, мы консультируем. У нас также выдаются подарки в виде шоколадки. Но вот это, я считаю, очень такой благоприятный бонус. А учитывая, что современная молодежь грамотно выражает свою гражданскую позицию, каждому, кому исполнилось 18, стоит принять участие в голосовании. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Подарком к Дню города для всех видновчан стало открытие после реконструкции сквера 50-летия Видного. Работы здесь продолжались всего месяц, и теперь у жителей появилась современная зона отдыха. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Накануне Дня города после реконструкции вновь открылся сквер 50-летия Видного. Данный объект в прошлом году победил в голосовании на портале Добродел в рамках федерального проекта «Формирование городской среды». А значит, в этом году здесь должно было пройти благоустройство. Обновленный сквер осмотрел глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. На понимание, это же действительно сквер благоустроен по голосованию. То есть, вот он выиграл, понимаете, да? Да. Самое главное, что не пренебрегли нашими советами, прислушивались, сделали так, как удобно жить. Реконструкция сквера была проведена сотрудниками МБУ благоустройства. Были установлены антивандальные скамейки, заменены урны и освещение. Зона отдыха стала более современной. Заменено покрытие с брусчатки полностью, с основанием это порядка 700 квадратных метров. Заменили газоны около 2000 квадратных метров. Проведена замена центрального элемента, сквер 50-летия. Все работы были согласованы с жителями близлежащих домов. Итоговый результат им понравился, за что они остались благодарны всем участникам работ по благоустройству. Пожелание было очень щадяще относиться к деревьям, потому что были некоторые моменты, которые настораживали. Понимаете? Здесь рядом дорога, и каждое дерево, оно как бы ценное. Все деревья, что немаловажно, в сквере были сохранены, а на клумбах в будущем посадят цветы. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В гостях у телеканала «Видное ТВ» и газеты «Видновские вести» побывали учащиеся в Видновского художественно-технического лицея. Во время увлекательной экскурсии, которая проходила в рамках проекта «Время первых», школьникам удалось узнать обо всех тонкостях работы сотрудников печатного издания и заглянуть по ту сторону экрана. В начале экскурсии шестиклассники из Видновского художественно-технического лицея зашли в редакцию «Видновских вестей». Сотрудники газеты рассказали мальчишкам и девчонкам о всех этапах создания выпуска, начиная от получения материала до верстки и отправки номера в печать. Затем школьники отправились изучать захватывающий мир телевидения вместе с главным редактором «Видное ТВ» Татьяной Брыловой. Как вы думаете, а кто работает? Я же сказала, оператор, корреспондент. Кто еще есть на телеканале, без кого не получится? Ведущий, так, еще? Монтажеры. Монтажеры. Ребята увидели много интересного, что для обычного зрителя всегда остается за кадром. Большое впечатление на школьников произвела новостная студия. Самые смелые даже попробовали себя в роли ведущих. На телеканале «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа в студии. Анна Чешсина, здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Еще юные гости узнали, как работают операторы, как выставляется свет и для чего в студии такое количество камер. Здесь все параметры выставляются вручную. И, как правило, есть специальный человек, видеоинженер он называется. Он сидит там, в пультовой, и настраивает камеры оттуда. Оператор в основном снимает, только саму картинку выбирает. Также ребятам показали помещения, которые постоянно задействованы в жизни телеканала. Познакомили с тонкостями работы корреспондентов и видеомонтажеров. Финальные штрихи и последние приготовления на карте «Видного». Теперь еще один детский сад. Учащийся видновского художественно-технического лица Илья Михеев признается, давно хотел побывать в студии телеканала. Мальчик рассказывает, что не пропускает ни одного выпуска новостей и сам несколько раз давал интервью съемочной группе «Видное ТВ». Больше всего мне понравилась комната, где все за эфиром, и где ведущий рассказывает о том, что произошло и так далее. Здесь все люди работают хорошо, они приятные все. Эфиры выходят вовремя, все хорошо, мне очень нравится. Я советую всем смотреть «Видное ТВ». После увлекательной экскурсии некоторые даже подумали, что, возможно, свяжут свою жизнь с журналистикой. Я несколько раз проходила мимо вас и думала, что там просто снимают и выкладывают. А тут, оказывается, еще больше. Я очень удивлена, мне тут все очень нравится. Может, когда вырасту, я стану журналистом, буду здесь работать. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ». И в конце выпуска познакомим вас с афишей выходного дня. В субботу отмечается большой праздник – День города «Видное» и Ленинского городского округа. Начало положит утренний забег. Старт в парке «Опаренки» в 9.00. В 12 часов у кинотеатра «Искра» начнется дневной праздничный концерт. А вечером на стадионе «Металлург» состоится грандиозное по своим масштабам вечернее шоу с участием звезд эстрады. Любители экстремальных видов спорта могут в субботу отправиться на трассу в деревню Горки, где пройдет открытое первенство Ленинского округа по мотокроссу. Открытие соревнований в 11.30. В 16 часов в Центральном парке для детей состоится праздничная программа «Осень. Привет!». Приглашаются родители с малышами от трех лет. Как видите, суббота будет насыщена интересными событиями. Включайтесь в жизнь нашего округа, следите за афишами и проводите время с пользой. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok